Привет, друзья! Извините за долгое отсутствие, но я просто решил вот выделить время и подготовить больше историй, чтобы продолжился мой блог Денису Микрофона. Но решил сделать такое внезапное включение. Я давно о нем думал, еще думал на вербное воскресенье, потому что наша религиозная жизнь, она сопряжена с массой всяких невероятных традиций. Но взять тоже вербное воскресенье, когда люди ходят с веточками вербы, несмотря на то, что это въезд Господин в Иерусалим, и там были пальмы, и везде это пальмовое воскресенье. Но нет у нас пальм, нету. Потому используем вербы. Особенно вот та дичайшая традиция, когда люди там бегают друг за другом, бьют и говорят, не я, мол, бью, а верба бьет. И вспомнилось мне это, что буквально пару дней назад, но приходя в офис, обнаружили там такую булку с маком, мед. Нет, ну это приятно, но мы тоже не против перекусить за утренним пуэрчиком. Ну а в общем-то вот мак-то тут ни при чем, потому что, понятное дело, 14 августа, так называемый медовый спас, день памяти семи мучеников маковейских, никакого отношения к маку не имеет. Безусловно, есть созвучие, безусловно, есть какие-то сходные такие вот звуки, но ничего больше. Потому что люди страдали за свою веру, люди, в общем-то, страдали за то, что их заставляли там съесть свинину и многое другое, что было во времена Антиоха и Эпифана IV. Другие маковеи в это время воевали, отстаивали, освобождали свою землю и потом даже очищали храм, чему есть такой праздник Ханнука, светлый, радостный, да, и некоторые его празднуют. Ну а вот здесь вот все-таки народ как это ловко интерпретировал, вот как ловко все это перекрутил. И вот ждет нас преображение Господня, ну, казалось бы, чудесный праздник, а там яблоки, мед, да никакого отношения он к фруктам не имеет. Он говорит, отставьте все это мракобесие, можно и кушать, нельзя, а когда кушать виноград, а когда там кушать вишни, да кушайте, когда хотите. Как говорил Серафим Саровский, вы людей, главное, не кушайте, а уж фрукты кушайте завсегда, пожалуйста. Так что вот такое у меня к вам предложение. Интересно вам такое время от времени религиозный ликбез от человека, от скептика или нет? Или вот забыть обо всем этом, и вот мой удел это Хрущев, мой удел это истории положительные, это история вообще. Так что вот предлагайте в комментариях, соберется хотя бы там 20 лайков, а вот буду делать время от времени такие религиозные включения. Нет, но буду продолжать свои истории, подождите еще пару-тройку недель и продолжим с вами, друзья. Подписывайтесь.